Вплоть до 17 сентября завтра в стране стартует агитационный период в средствах массовой информации. Компания «Метафрак» сократила выпуск товарной продукции. На предприятии объяснили причины снижения объемов. Компания «Метафрак» Вплоть до 17 сентября завтра в предстоящих выборах в Прикаме этот агитационный период пройдет более корректно, чем 5 лет назад. В 2011 году было очень много черного пиара, технологий, которые позволяли кандидатам друг на друга публиковать негативную информацию. Думаю, что в этом году такие технологии будут использоваться в меньшей степени. Этому способствует и подписание различных меморандумов, соглашений. Сейчас нельзя вести агитацию, имеется в виду появляться на экранах и на плакатах, и никому, кроме кандидатов соответствующего избирательного списка. По словам представителя ведомства, избирательная комиссия будет оперативно рассматривать все жалобы на агитационные материалы, которые поступают с нарушениями. Эту продукцию будут изымать и передавать правоохранительным органам. Пирамский край оказался на последнем месте в российском рейтинге по темпам роста реальных доходов населения. Данные приводит агентство «Реорейтинг». По итогам первых пяти месяцев 2016-го показатель снизился больше, чем на 18% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Притом одновременно отмечался рост заработных плат, однако высокий уровень инфляции продолжил негативное влияние на уровень жизни населения. Падение реальных денежных доходов за этот период произошло в 69 субъектах России. По данным аналитиков, Пирамский край вошел в число регионов, имеющих отрицательную динамику. Еще по трем основным показателям. Это индекс промышленного производства, объем работы в строительстве и оборот розничной торговли. Компания «Метафрак» с первым полугодия произвела продукции на 200 миллионов рублей меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщается на сайте компании. Товарные продукции выпущены на сумму чуть более 9 миллиардов, что ниже показателей 2015-го, более чем на 2%. При этом выручка компании выросла также на 2% и на 180 миллионов рублей. Причиной спада выпуска продукции генеральный директор предприятия Владимир Даут объяснил тем, что снизились цены на отгружаемую продукцию. Совет директоров будет корректировать бюджет на второе полугодие. При этом инвестиционные проекты вплоть до 2020-го остаются неизменными. Чистая прибыль «Метафракса» за первое полугодие снизилась на треть. Сейчас на предприятии идет программа технического развития, которая включает в себя реконструкцию части производства, а также обновление подвижного состава для производства метанола и формалина. Около года понадобится для того, чтобы новые правила определения классов энергоэффективности многоквартирных домов повлияли на стоимость жилья. Такой прогноз дают риэлторы. Новый федеральный документ придется адаптировать на реальном рынке недвижимости. Сегодня один из основных критериев выбора жилья – энергоэффективность дома. Особенно это актуально для покупателей квартир в домах классов бизнеса и комфорт. Застройщики учитывают этот фактор уже на стадии проектирования. По мнению риэлторов, будущие классы эффективности немного, но все же скажутся на стоимости квартир, причем как вторичного рынка, так и в новостройках. Мы не считаем, что это очень отразится значительно на цене, но будет одним из привлекательных моментов, потому что сейчас в большей степени покупателей интересует размер коммунальных платежей. О классах энергоэффективности они, конечно, еще не все знают. 21 августа в силу вступят новые правила определения классов энергоэффективности жилых зданий. При этом анализировать будут потребление домом электричества, энергии на отопление, вентиляцию и водоснабжение, в том числе мест общего пользования. В зависимости от этого здание происходит класс от А++ до G. Сразу удали о погоде, не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры подогнал «Симон»